Перед началом официальной части мероприятия «Фойе Дома культуры Рассвет» гостей встречал песнями и плясками фольклорный ансамбль имени Кинзия Расланова. Здесь же все желающие могли ознакомиться с выставкой художественно-прикладного творчества, фотоматериалами о жизни школ города. На форум собрались делегации из предприятий и учреждений города, представители администрации Всемирного Курултая Башкер. Пленарная часть мероприятия началась с гимна Курултая «Мелодии Урал» в исполнении ансамбля «Кураистов». Открыла конференцию заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Она начала свое выступление с обсуждения значимого события. В конце прошлого года муниципалитетам получен статус территории, опережающего социально-экономического развития. Это большой шанс вывести город из монопрофильности и сделать его успешным. В то же время теперь предстоит большие работы, в том числе и у общественных организаций, отметила она. Общественные организации в развитии нашего города играют очень большую роль. И нужно, чтобы и продолжали играть и вносить свой огромный вклад. Потому что сейчас от нас требуется большое единство действий и инновационные интересные формы работы. Представленную информацию дополнил доклад председателя Курултая Башкир города Альфийша Мигуловы. Так, в прошлом году проведены благотворительные акции, праздники Шежеря Байрамы, молодежный форум, КВН на башкирском языке, открытка детской класса с углубленным изучением башкирского языка в школе номер 5. Значимым событием стало создание детской телестудии на башкирском языке. На телеканале «Арис» продолжаются информационные и тематические программы. Были обозначены и проблемы. Они касаются сферы национальной культуры. Нет детского фольклорного ансамбля башкирского, нет до сих пор башкирского народного театра, нет мужского башкирского вокального ансамбля и так далее. И причина у нас главная – нет национальных кадров. Проблемы есть и в национальном образовании. По сравнению с прошлым учебным годом сократилось количество учащихся, изучающих башкирский язык. Этому повлияло введение федеральных образовательных стандартов. Количество учащихся, обучающихся на родном башкирском языке за 2015-2016 год составляло 40%, то в 2016-2017 году это составляет 20%. Количество учащихся, изучающих башкирский язык как государственный, в 2015-2016 году было 84%, а в 2016-2017 году это 81%. В то же время положительная динамика наблюдается в начальной школе номер 13. Если два года назад здесь обучалось 130 детей, то в этом году их стало 178. Это особенно важно в год празднования 90-летия Мухаммеда Искужина, имя которого носит образовательное учреждение. В планах школы привлечь больше детей к изучению родного языка. Впрочем, таковы задачи и перед общественной организацией в целом. В работе конференции принял участие представитель Всемирного Курулта и Башкир Айрат Искантаров. Он отметил, что по итогам собраний в городах и районах в феврале состоится республиканский семинар. Будут обсуждены самые актуальные проблемы, касающиеся истории, языка, культуры, традиций башкирского народа. В завершение конференции была принята резолюция с основными задачами. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости.